Музыка Приветствую вас на своем канале, меня зовут дядя Митя И я наконец-то починил свой автомобиль Lada Granta Automat Но теперь она не автомат, а механика Многие меня спрашивают, а что у тебя сломалось в автомате? В автомате сломался какой-то подшипник, который постоянно летит, как мне все говорят В автосервисе и в других местах, где я только не был А сейчас я хочу рассказать вам, сколько мне обошлось, чтобы сделать эту малышку По деньгам и по времени В первую очередь, конечно же, я хотел починить свой автомат Но ни в коем случае не ставить механику У меня была такая надежда, я думал, что мне обойдется это в тысяч 30 или в 40 Но в крайнем случае 50 Я поехал, конечно, в автосервис АТФ, который находится на старых большевиков 53 Я приехал туда, мне сказали, надо машину оставить, чтобы снять коробку 5000 рублей заплатить Чтобы посмотреть, что в ней сломалось, надо еще 5000 рублей заплатить Итого я потратил 10 тысяч 10 тысяч я отдал Через сколько мне, где-то неделю звонят и говорят Вы знаете, чтобы починить ваш автомат, нужно где-то 76 тысяч плюс работа Итого 90 тысяч рублей Я нашел новую коробку автомат за 80 тысяч Вы представляете, 90 тысяч за старую и за 80 тысяч новую Вот это я был в шоке просто Вы себе не представляете, как даже Ну ничего страшного Я, конечно, подумал, что, блин, это очень большие деньги Очень большие деньги, которых я нигде не возьму И никогда нигде не... Я даже не знаю, убить что ли кого-то нужно было бы Ну у меня нету таких денег Я, конечно же, сказал, нет, ребят, извините Я, конечно, заберу свою машину И все Я забираю свой автомобиль, вызываю эвакуатор Так как ни коробки уже нету в машине Ничего не стоит Я отдал 1500 за эвакуатор Мне привезли машину домой Где вы можете посмотреть видео, как я что рассказываю Вот такая вот вещь была со мной Вы представляете, ну это ужас какой-то Вот это я попал Потом я думаю, ну что делать Надо где-то заказать коробку автомат Может быть бэушную Бэушных коробок я не нашел, честно Я один раз попал на развод Мне малый такой говорит То, что, блин, я тебе пришлю коробку И я тебе отвечаю, блин Я, конечно же, ему поверил Он такие слова говорил Как же ему не поверить Он говорит, только пришли за транспортировку 2000 рублей И все И я тебе высылаю сразу же Я такой думаю, ну классно вообще Все Отсылаю тебе 2000 рублей На следующий день телефон его отключил Вот это я лошара Вот это я потратил деньги с умом Уже получается Вложений было сколько? 10 плюс полторы и плюс две Это 13 с половиной тысяч рублей Я просто вложил, чтобы у меня машина просто стояла возле дома Классно, подумал я Ну, блин Я начал искать, опять же, коробки автомат бэушные Начал в Воронеже искать В Воронеже такое чувство Как будто этих машин просто не бывает Я не знаю, с чем это связано Ну, коробку автомат найти в Воронеже нереально На разборках, еще где-то Думал, от Ниссана подойдет коробка Позвонил на разборку на Ниссан Говорю, есть у вас коробки автомат на Ниссан Альмеру 13-го года Они, конечно же, есть 50 тысяч рублей мы тебе пришлем Я, ну классно вообще Потом я поехал в автосервис Начал консультировать А подойдет ли мне вообще эта коробка? В итоге оказалось то, что нет Она не подойдет К сожалению, как бы там ни писали то, что они подходят Они не подходят, эти коробки от Ниссан Альмера Ну, все Я уже расстроился Запечалился совсем Думаю, ну что делать? Есть еще один выход Выход был такой Поставить механическую коробку передач В Ладу Гранту автомат Позвонил в автосервис И сказал, вы можете поставить коробку механику На автомат Лады Гранта Они сказали, конечно, можем В чем вообще базар? Привози, мы все сделаем Я им привез Они мне сказали, какие запчасти нужно купить И я вам сейчас их назову Какие запчасти я купил? Это, во-первых, коробка Которая идет тросиковая Которую нигде не найти Целое приключение у меня было, чтобы ее найти Тем более, купил я ее практически за копейки Даром, за 13,5 тысяч Это, можно сказать, вообще ни о чем Я купил, ездил в город Анну Снял машину 14-ю Которую отдал 1000 рублей Купил там маховик Вместе с диском сцепления Кулису переключения передач Плюс тросы Для того, чтобы переключать Тротиковый выбор, потому что идет Итого мне обошлось Я съездил в город Анну Отдал там 23 тысячи рублей за все А еще педальный узел, конечно же, купил Потому что у меня стоит одна педаль Нужно было две педали Так, сцепление и тормоз Все, купил Как бы осталось только еще, конечно, привода купить Поехал на авторынок Познакомился с людьми на авторынке Они мне предложили привода За 4,5 тысячи всего-навсего Я обрадовался, привода купил, конечно же Что еще купил? Привода Ну и всякие крепления, коробки я еще покупал В итоге мне обошлось все это В 35 тысяч рублей Нормально, да? Цены такие В 35 тысяч рублей я это купил Плюс Так, еще за ремонт я отдал В 13 тысяч В 13,5 тысяч рублей Машина у меня сейчас ездит По всем вложениям Где-то еще плюс эвакуаторы Там туда-сюда Где-то мне все обошлось В 60 тысяч рублей Даже побольше В 65 тысяч рублей Чтоб переделать вот этот автомат На механику Как бы вложения большие Ну, ничего с этим не сделаешь Зато она теперь ездит Ездит, я бы сказал Она даже лучше, чем на автомате Она стала более шустрая, что ли Переключать передачи, конечно, я не умею еще Ну, научусь, куда же мне деваться-то После автомата, 4 года владения этой ласточкой Я, конечно же, разучился переключать передачи Вот так вот Изменения в автомобиле произошли кардинально Теперь у меня не автомат Теперь у меня ручка переключения КПП Также появилась третья педаль И накачанная левая нога Что тоже хорошо, я бы сказал, конечно Какая вот вещь произошла Ну, я всему этому рад Как бы все, машина ездит Я теперь получаю удовольствие от этого Машина не стоит Я уже был расстроен То, что она у меня стоит возле дома Простояла она у меня возле дома Два месяца Я уже не знал, что делать Я уже начал паниковать Я уже думал, можешь какую-нибудь бэушную машину купить Чтобы начать опять ездить Ну, все произошло хорошо Как бы, ну, вложения очень большие 65 тысяч рублей Это огромные вложения для этого Для этой машины За 65 тысяч рублей Я не знаю Я мог бы тут практически все сделать Но, к сожалению К сожалению Вот это вот я не сделал Да А сейчас я хочу показать Как и за сколько Она разгоняется до соточки Да, получается Так что оставайтесь со мной Сейчас будем разгонять машину до соточки Я думаю, что уже не 13 с половиной секунд будет А секунд, я думаю, так 10 где-то будет все-таки Все, поехали разгонять машину Ну, как говорится, поехали Зацепа нет никакого Машина просто Стоп Давай еще разочек попробуем Только немножко зацепа лучше Ну, дождь прошел у нас Сейчас попробую еще разочек И все, и на этом хватит Я думаю, влажную Такую погоду лучше, конечно, этим не заниматься Но у меня просто времени нет У нас прошел ночью снег И теперь приходится именно так снимать Все, поехали Так, раз, два, три Поехали Машина просто срывается с места Просто буксует, блин Ну, плюс я еще и не умею ездить на механике, да Сотра Все, ну, что тут По мне очень быстро разгоняется, не знаю Плюс влажная погода, конечно Я на видео посмотрю, сколько она будет По времени разгоняться, конечно Ну, подвожу итоги Машина ездит Я получаю от этого удовольствие То, что она ездит Наконец-то Спустя два месяца Как я съездил в город Сочи Она у меня начала ездить И это очень хорошо, конечно Я теперь могу хоть кататься По ночному в Воронеже У меня уже ломки начались То, что я не могу никуда выехать У меня было так хреново без машины Я вообще не представляю свою жизнь без автомобиля Как и вы, я думаю, так же Машина это все Особенно, когда ты к ней привыкаешь И когда ты не можешь ездить На этих гребаных маршрутках Блин, да я готов был умереть Но сейчас вот у меня Понимаете, есть настроение Я счастлив в том, что машина ездит Это очень хорошее впечатление То, что вот все Могу, конечно, кататься Единственное то, что печаль То, что, блин Не коробка автомат теперь у меня А у меня теперь механика И это очень печально На самом деле Очень печально Но ничего с этим не сделаешь Кому понравилось видео Кому было интересно смотреть Как я мучился Ставьте лайки Меня зовут дядя Митя Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok